Добрый вечер! События недели в информационном выпуске программы «Северный Сахалин». О всероссийском форуме «Острова» рассказали о хинской молодежи. На минувшей неделе планируется, что мероприятие состоится с 13 по 19 августа. Главная задача форума – изменить жизнь к лучшему не только на Сахалине, но и во всей стране. Социальная карта «Сахалинца» дает различные льготы и скидки для людей старшего возраста. Год назад региональные власти поставили амбициозную цель. Сначала расширили возрастные границы, а затем и вовсе начали выдавать карту с 14 лет. При этом социальная карта стала единой картой «Сахалинца». Этим летом Вахе планируют отремонтировать 147 участков городских дорог. К ремонтам приступили 1 июня, закончат 15 июля. Губернатор области Валерий Лимаренко просил строителей ускориться, а жителей городов сообщать о выявленных на дорогах ямах. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Центром празднования Дня России Вахе стал районный дворец культуры. Отметить праздник традиционно на улице помешала погода. Мероприятия, посвященные празднику, состоялись также и в библиотеках, музее и в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин». 31 год назад началось становление современной России, несмотря на то, что история нашего государства уходит вглубь веков. В июне 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете России. «Дорогие сахалинцы и курильчане, от всей души поздравляю вас с Днем России. Наша страна простирается на тысячи километров. Но где бы мы ни находились, всех нас объединяет любовь к родине и желание сделать ее лучше и краше. Россия – это все мы. Люди самых разных профессий, национальности, возрастов. Каждый вносит свой вклад в развитие страны. И я благодарю вас, уважаемые жители Сахалинской области, за активность и неравнодушие. Уверен, впереди нас ждет множество побед, которых мы добьемся вместе с вами. С праздником, дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! На сцене районного дворца культуры в Ахе состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов, а на улице прошла акция «Единой России» и «Юнарнии». Всем желающим раздавали ленточки с изображением триколора. В Сахалинской области возросла заболеваемость новой коронавирусой. Порядка 50 случаев в день. В ковидный госпиталь в Долинске стали поступать много среднетяжелых и тяжелых пациентов при этом в возрасте от 20 до 40 лет. Если две недели назад от 80 до 100 человек находились в госпитале, сейчас больных 175. Многие думают, что они уже переболели коронавирусом в прошлом году. Иммунитет сформирован и поэтому затягивают с вакцинацией. В итоге оказываются в госпитале, в том числе в реанимации, отмечают специалисты. Естественный иммунитет, сформированный после болезни, в редких случаях держится более полугода. По данным врачей, большинство людей утрачивают антитела уже через 2-3 месяца. Возможность пройти вакцинацию и предотвратить заражение есть у каждого человека. Иммунизация проводится во всех поликлиниках островного региона. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в островном регионе вводятся ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом COVID-19. Итак, первое, принять все меры по соблюдению гражданами масочного режима. Второе, рекомендовать гражданам, находящимся на территории Сахалинской области, пройти иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Третье, ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из расчета 1 посетитель на 4 квадратных метра. Четвертое, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению запретить работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты, маски, перчатки. Запретить обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары без использования посетителями средств индивидуальной защиты, маски. С целью контроля за выполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности, утвердить план проверок. В этом году в Ахе планируют отремонтировать 147 участков городских дорог. К ремонтам приступили 1 июня, закончат 15 июля. Губернатор области Валерий Лемаренко просил строителей ускориться, а жители городов сообщать о выявленных на дорогах ямах. С 1 июня в Ахе приступили к ремонту городских дорог. Текущий ремонт начали со снятия старого покрытия на перекрестке Комсомольской и Парковой. Наконец-то наступили благоприятные погодные условия. Температура позволяет начать ямочный ремонт, поэтому подрядчик приступил к выполнению работ по ремонту дорог, а эксплуатирующая организация дорожная, как вы видите, приступила к нанесению пешеходных переходов и разметки по дорогам. В настоящее время выполняются работы по двугодичному контракту, который был заключен в прошлом году, и в участки для ремонта вошли дороги, которые были продефектованы еще в прошлом году. Далее, с наступлением весеннего периода исхода снега, нами были обследованы также все дороги, и в дальнейшем эти участки также будут отремонтированы. От перекрестка Комсомольской и Парковой строители ушли на саму улицу Парковую. В работе применяют современную дорожно-строительную технику. В этом году планируют отремонтировать 147 участков городских дорог. В первую очередь, самые непроездные. Жители могут увидеть все эти участки на интерактивной карте Сахалина, на сервисе Сахалин онлайн, там же оставить свое обращение, если они увидят вновь образованные ямы. Поэтому мы призываем к взаимодействию в этой части. По поручениям губернатора для различных районов установлены разные сроки выполнения работ. То есть, если для южных районов это до 1 июня, для средней части Сахалина до 1 июля, для северных районов Ахинского и Северокурильского это срок 15 июля. Мы приложим все силы, постараемся, чтобы в этот плановый срок уложиться. Единственное, что может помешать, это только погодные условия, то есть дожди. Полностью работу по устранению дефектов на проезжих частях города должны завершить через 6 недель. Сроки сжатые. Такое распоряжение дал губернатор. Ну и затем останавливать эту работу ни в коем случае нельзя, считает руководитель области. Тем более, что в этом году на содержание островных дорог направили в 6 раз больше средств. 1,5 млрд. рублей вместо 250 млн. в 2020 году. Финансирование удалось увеличить благодаря передаче в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск-Аха. Строители продолжают ремонт городских дорог. Повторюсь, успеть им нужно до 15 июля. В городе не должно остаться ни одной ямы. А вот жителям так называемого военного городка с дорогой повезло меньше, чем кому-либо. Здесь не успели утрамбовать отсыпку. Пошел дождь. В итоге участок стал совершенно непроходимым. Чтобы преодолеть участок, нужны резиновые сапоги. Ахавтотранс уже сегодня проложила деревянный настил для пешеходов, а в первый рабочий день продолжит работу на этой дороге. Глава муниципального образования городской округа Хинский Елена Касьянова прием граждан по личным вопросам теперь будет проводить два раза в неделю. Это решение мэр объяснила большим числом обращений. Записаться на личную встречу с Еленой Касьяновой можно по телефону 50750. Социальная карта Сахалинца уже несколько лет дает различные материального плана льготы и скидки для людей старшего возраста. Но год назад региональные власти поставили амбициозную цель. Сначала расширили возрастные границы, а затем и вовсе начали выдавать карту с 14 лет. При этом социальная карта стала единой картой сахалинца. Подробнее об этом проекте в репортаже. Борьба с бедностью на Сахалине началась с социальной поддержки людей с низкими доходами. Несколько лет назад были открыты социальные магазины. Постоянно увеличивается портфель льгот для сахалинцев, нуждающихся в поддержке правительства региона, предпочитло методику точечной адресной помощи. Каждая такая семья находится сегодня в поле зрения социальных служб. Спустя недолгое время в категорию людей с низкими доходами вошли, как это ни странно, сахалинские пенсионеры. Люди, от 30 до 40 лет отдавшие работе на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, многие сегодня получают чуть больше 15 тысяч рублей. И чувствуют себя в полной мере малоимущими. Уже в 2019 году сахалинское правительство реализовало идею под названием «Социальная карта сахалинца». Она давала различные материального плана, льготы и скидки для людей старшего возраста. В том числе позволила вести более активный образ жизни, абсолютно бесплатно посещать спортивные и культурные объекты и мероприятия. Год назад региональные власти поставили амбициозную цель. Сначала расширили возрастные границы, а затем и вовсе начали выдавать карту с 14 лет. При этом социальная карта стала единой картой сахалинца. Один из социальных магазинов АХИ, как социально ответственное предприятие, не мог отказаться от участия в этом проекте. Без возрастных и временных ограничений он предоставляет скидку в 3% пользователям карты сахалинца. Социальная карта сахалинца, которая в дальнейшем привязывается непосредственно к банковской карте, расширяются возможности, полномочия непосредственно собственник этой карты. Там достаточно много дополнительных, получается, начиная от получения пенсии и получения кешбэка на карту, либо получения возврата от магазина средств. Это уже новый этап, и сегодня это просто реализуется на Сахалине достаточно активно. Эта социальная карта в том числе дает скидки, в определенных аптеках, на медикаменты, что тоже важно. И поэтому, кто еще не получил карту, еще раз призываю, особенно для пенсионеров, это все равно важно, лекарства не дешевые. Нам предложила соцзащита поучаствовать в этом проекте. Мы, конечно же, присоединились для того, чтобы иохинцы смогли пользоваться льготами по карте сахалинца, а именно продуктовым магазинам. Скидки участвуют по карте сахалинца на весь товар, кроме социального, кроме товара на желтой ценнике. Значит, карты обслуживаются в течение работы магазина с 9 часов до 20 часов. По мнению региональной власти, существующих мер поддержки станет достаточно тогда, когда уровень бедности на островах снизится до нуля. Эта тема регулярно поднимается во время рабочих поездок Валерия Лемаренко в районы. Запросы людей всегда берутся на заметку. Проблему бедности населения продолжат решать комплексно, а с единой картой сахалинца этот процесс станет еще и более успешным. Специалисты ахинского лесничества предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесу во избежание встречи с медведем. Если медведь обнаружен вблизи населенного пункта, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Экстренная служба передаст информацию в лесничество. Случаев опасной встречи с медведем в ахинском районе в этом году пока не было. Однако нельзя терять бдительность. В настоящее время многие посещают городское кладбище. Приближается троица. В связи с этим работники лесничества усилили контроль и рейды в районе кладбища проводят дважды в неделю. О всероссийском форуме «Острова» рассказали ахинской молодежи на минувшей неделе. Планируется, что мероприятие состоится с 13 по 19 августа. Главная задача форума – изменить жизнь к лучшему. И не только на Сахалине, но и во всей стране. О всероссийском форуме «Острова» рассказали ахинской молодежи на минувшей неделе. Организаторы отправились в тур по Сахалину в течение нескольких дней. Они посетят разные районы острова, где встретятся с представителями молодого поколения. Планируется, что слет состоится с 13 по 19 августа. Он пройдет на трех площадках – в Южно-Сахалинске, Смирных и Корсакове. Стартует наше некое турне, в котором мы проедем по муниципалитетам с северной части острова Сахалин, где расскажем потенциальным нашим участникам и будущим нашим участникам о этом форуме, о его возможностях. Мы знаем, что некоторые ребята из муниципалитетов уже подавали заявки как в качестве участников, так и в качестве волонтеров, но у некоторых нет ясной картины, в чем суть этого форума. У многих еще возникает такое недопонимание, с учетом того, что раньше форум «Острова» был чисто региональным. В прошлом году он впервые стал всероссийским и был патриотическим слетом. С этого года мы убрали приставку «Патриотический», и теперь это просто всероссийский ежегодный молодежный форум «Острова». Для того, чтобы попасть на форум, молодые люди могут обратиться в отдел по делам молодежи в администрацию муниципального образования. Участникам предлагают попробовать себя в одном из трех направлений форума – «Острова развития», «Острова экологии» и «Острова креативных индустрий». Я слышал немного об этом форуме. Я пришел сюда, чтобы побольше о нем узнать, может быть, как-то узнать, как туда попасть и, возможно, предложить свою идею для улучшения Сахалина. Главная задача форума – изменить жизнь к лучшему, и не только на Сахалине, но и во всей стране. Со своими идеями, планами форумчане могут заявиться на грантовый конкурс. В этом году было принято решение провести грантовый конкурс не во время самого форума, а после. Потому что мы столкнулись с такой... Ну, не проблемой, дело просто в том, что раньше на грантовый конкурс вы подавались уже с готовой идеей, то есть, которую вы придумали до форума. А во время самого слета у вас могла возникнуть какая-то совершенно другая идея, опять же, в процессе того же нетворкинга, когда вы пообщались с другими ребятами, и вам в голову пришла какая-то супергениальная идея, и вот вы хотите ее реализовать, но на грантовый конкурс вы уже податься не можете, потому что прием заявок был окончен. В этом году мы решили поступить по-другому. Форум пройдет с 13 по 19 августа, а потом с 20 по... Точную дату не подскажу, вот там буквально недельку мы, или даже месяц, по-моему, мы принимаем заявки на грантовый конкурс. То есть, вот форум прошел, есть такие полные эмоции, полные идей, желаний, там, своих проектов, вот, и у вас есть время для того, чтобы подать заявку на грантовый конкурс и потом уже защититься, опять же, перед правительством Скалинской области, перед бизнес-сообществом, презентовать свой проект и добиться поддержки. Форум предусматривает обширную программу, в которой в том числе встречи с членами правительства Сахалинской области, бизнес-сообщества, а также с губернатором Валерием Лемаренко. Петербургский международный экономический форум стал местом подписания меморандума о взаимодействии между правительством Сахалинской области и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. А Южно-Сахалинск получил статус участника проекта «Чистый воздух». Проект «Чистый воздух» является самой сложной и амбициозной составляющей национального проекта «Экология». Сахалинская область стала пилотным регионом в проведении всероссийского эксперимента по углеродному регулированию. Он создаст необходимые условия для внедрения технологий, которые способствуют снижению выбросов парниковых газов. О том, что это не фантастика, а реальное будущее, в которой Сахалин уже делает первые шаги. Губернатор области Валерий Лимаренко говорил в клубе губернаторов в Петербурге. Предлагаю послушать, а я с вами прощаюсь. «Тема, которую мы обсуждаем, она очень тонкая. И тонкая грань заключает, знаете, в чем? Ведь мы сейчас говорим не сами для себя, мы говорим для наших людей, которые живут у нас. С Владимиром наши дальневосточные земляки, да? И мы не должны сейчас говорить на языке фантастов, потому что им фантастика ведь не нужна. Им нужны реальные вещи в жизни, да? Вот я попытаюсь на языке тети Дуси рассказать о будущем. Значит, я возьму просто два проекта. Первый проект – это климатический. Можно тете Ксении? Тете Ксении? Да. Почему? А сейчас поймем. Ну ладно, хорошо. Давайте будем говорить. Я для своей тети Дуси, а вы для своей тети Ксении. Значит, смотрите. Значит, две темы. Я очень коротко. Первая тема – климатическая. Вот вы сказали, это придумали не мы. Значит, и нам нужно сделать нечто, чтобы сесть во главе этого локомотива. Давайте исходить из того, что мы не сели во главе локомотива. Эти правила кто-то за нас придумал. Но мы точно можем сейчас не пропустить этот поворот. И если не сыграть в эту игру, то хотя бы вестовать. То есть, грубо говоря, сыграть, может быть, ну, как говорится, по правилам, которые уже предложили другие. Больше того, ведь, давайте скажем откровенно, если говорить климатическую тему, то, в принципе, мы можем преуспеть в ней. Давайте, ну, разберем некоторые вещи. Вот я буду сейчас говорить для тех людей, которые живут на Сахалине. Мы не только сделаем экологически чистые острова, но мы и сделаем диверсификацию нашей экономики, чтобы мы не зависели только от добычи нефти и газа, и угля. То есть, мы хотим изменить жизнь, сделать более устойчивую экономику. Кстати, по уровню устойчивости в 2020 году мы были номер один, обогнав Москву и Ханты-Мансийск. А удержать эту позицию можно только через диверсификацию. Так вот, как мы будем делать диверсификацию? Вот, например, водород, то, что вы сказали. Мы точно понимаем, что это топливо-будущее. Кстати, неудивительная тема, ведь вот эти ракет-носители, которые вывозят вот эти огромные грузы на орбиту, это водород. И водород, понятно, атомщикам известен был всегда и нашей космической отрасли. Но сегодня воспринимается водород как новое топливо, потому что оно не имеет углеродного следа или он там, ну, в общем, возле ноля. И в этом смысле оно перспективное. Из чего оно делается? Ну, в данном случае мы считаем, что из метана, вот в нашем проекте, который я вот приземленный для тети Дуси. То есть можно в печке сжечь метан, можно произвести водород с добавленной стоимостью, научиться это делать и в будущем создать такую технологию, что это будет дешевле. Ну, то есть конкурентоспособная будет позиция. А дальше возникает вопрос, как это сделать? Мы же, ну, этим не занимаемся сейчас. Значит, мы пригласили, создали условие, пригласили суперкомпанию, которая занимается водородом. Это Air Liquide, она известна всему миру. И они говорят, мы готовы вложить деньги на вашу территорию и производить. Они пришли вместе с Росатомом, ну, по известной причине. Дальше возникает вопрос, а где надо найти метан? Вот я два дня назад обратился к председателю Газпрома, уже в личной беседе, раньше письменно писал. Я сказал, что мы готовы уступить 200 миллионов кубометров газа нашего, вычесть из нашего баланса, из Сахалинского, в 2024 году, с тем, чтобы запустить водородное производство. Почему? Да потому что водород – это будущее, и нам нужно идти в это будущее как можно быстрее, потому что мы становимся конкурентоспособными. Это рабочие места новые, это новые рынки, и это, так сказать, смещение нашего, ну, скажем так, выхода из сырьевой зоны, ну, в высокотехнологичную. Значит, я сейчас поясню, потому что от водорода дальше шаги идут. Так, дальше возникает вопрос, а как же мы обойдемся-то без 200 миллионов кубометров? А мы это заместим возобновляемыми источниками энергии. То есть до 2024 года мы должны построить и заместить 15% нашей энергетики. на ветряную, солнечную, геотермальную. Вот конкретно задача, которую мы решаем. Я задаю вопрос, это интересно сахалинцам и курильчанам? Мне кажется, да. По аргументам, которые, ну, звучали раньше. Так вот, а дальше возникает вопрос, а как мы будем бороться с углеродным следом? Да очень просто. За пятилетку мы полностью откажемся от угля и будем перейдем на газ. А там, где нет трубы, трубного газа, мы будем делать СПГ. А СПГ – это тоже высокотехнологичная вещь. Сейчас у нас работает СПГ. Это первое в Российской Федерации было СПГ. Ну, назовем так, крупнотоннажное. Сейчас мы занимаемся малотоннажной СПГ. Это, ну, почти та же технология, но, с другой стороны, это новая отрасль. И мы создаем эту отрасль. Это тоже интересно и сахалинцам, и кулигчанам, с точки зрения экологии рас, с точки зрения, значит, перехода на новые виды топлива и создания новых рабочих мест и новых рынков. Теперь мы собираемся, ну, отказаться со временем от дизельных автомобилей и автобусов, и от бензиновых, и перейти на электрический транспорт. Что нам это дает? Ну, во-первых, это эксплуатация дешевле в два-три раза. Мы уже начали сейчас переводить на газ автомобили, и сейчас ведем переговоры с КАМАЗом, значит, для того, чтобы, ну, закупить 125 автобусов для Южно-Сахалинска. Для нас это важно, потому что мы заботимся о здоровье людей, и у нас большинство людей, тех, кто умирает, умирает от рака легких. Ну, вот эти вещи соединяются, да, то есть экология нам к здоровью. Так вот, дальше возникает вопрос. Мы создаем такие условия, что к нам приходят сразу и КАМАЗ, и ВЭП со своими ресурсами, и Трансмашхолдинг с операционной работой, поскольку нужно систему умных автобусов сделать, да, и приходит Росатом, который говорит, а мы готовы построить завод, который будет производить аккумуляторы. Значит, ну, Сахалинская область мала для того, чтобы, значит, под нее целый завод строить. А если взять несколько областей, значит, можно сделать, под несколько областей можно построить завод. Так, ну, например, под дальневосточный. Вот у меня коллеги сидят здесь, дальневосточники, значит, меня поддержат. Отлично. Я иду с этим в Министерство экономики и говорю, послушай, тут появилась интересная идея. Есть КАМАЗ, кстати, ГАЗ тоже делает на электричестве, есть, ну, разные автобусы разной емкости. Есть Росатом, который готов аккумуляторы сделать. Значит, есть ВЭП, который готов вкладывать деньги, хоть и государевые, а не, ну, акционерные общества, но в интересах, вот, развития и промышленности, и территории. И можно было бы сложить интересный проект, вот с Якутией в том числе. Так, значит, это про НТИ я рассказываю вам? Да, но звучит пока даже как большая фантастика, чем в плане Камчатки, извините. Смотрите, вот это, то, что я рассказываю, это абсолютно реальность, потому что сырье есть, есть компании, которые работают на этом рынке, я имею в виду Air Liquid, есть Росатом, который, ну, рекламировать не буду, вы все знаете. Значит, есть, я перечислил все компании, с которыми мы уже подписали соглашение, выстроили, выстроили, вот, ну, системно выстроили вот эти вещи и начинаем делать. Кстати говоря, для электрического гаража я уже выделил средства для того, чтобы проектировать и строить, значит, поскольку это оказалось на критическом пути, первый шаг, поэтому это точно не фантастика. Кстати говоря, вот мы сейчас строим этот гараж, а он у нас сейчас находится в центре города. Вот когда мы его освободим, в этом центре мы построим ледовый дворец с двумя, значит, ледовыми аренами, значит, одно для соревнований, другое для тренировки. В это вы верите вообще? В ледовые дворцы в России верю, да. Отлично, да, хорошо. Значит, вот реальная вещь. Теперь смотрите, если вам, то, что я рассказал, вам интересно, ну, это объективная реальность, это, еще раз говорю, подписано в соответствующий соглашение. Спасибо. 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 Спасибо.